Привет всем моим друзьям, мастерам и мастерицам, подмастерьям и просто любителям, так сказать, прикладного искусства. Хочу сделать такой небольшой мастер-класс, или скорее всего это обзор, это обзор, технический обзор инструмента от Сергея Нескромного, моего хорошего друга, и очень хорошего действительно мастера-инструментальщика, который посвятил часть своей жизни тому, чтобы постигнуть вот эту тайну науки, вот это изготовление ручного инструмента для переплетчиков, да и вообще для любителей работы с кожей, с бумагой, с тканями, неважно. Мы поговорим об вот этой накатке, она называется накатка, колесо, прокатка, ролл, по-разному ее называют, вот, ну неважно, суть понятна, то есть мы понимаем, что благодаря этому инструменту незамысловатому, мы можем сделать очень замысловатый орнамент, то ли то на коже, то ли то на бумаге, на чем угодно, вот. И мы сейчас посмотрим немного технически, я вам расскажу некоторые секреты, некоторые нюансы, как это сделать правильно. Мы будем катать золото, мы не будем катать разноцветную фольгу, потому что для каждой фольги, это немножко уже, как бы, вам теория, для каждой фольги используется своя температура. И фольга, соответственно, каждая фольга используется для своего материала, то есть есть фольга для ткани, есть фольга для ламината, есть фольга для бумаги и для кожи. Вот, ну мы сейчас работаем с фольгой по коже, вот, и это фольга универсальная, по ней можно работать и по бумаге, то есть мы прокатаем с вами орнамент. Ну, в принципе, как бы все, чтобы вы понимали еще просто, что это очень удобно, это практично, это универсально. Можно катать, это используется не только в переплетном ремесле, это используется и в изготовлении портфелей, сумок, кошельков, различных всяких изделий ручного изготовления, там это могут быть блокноты, это может быть все что угодно, в общем, да. Это уникальный инструмент, чем он уникален? Он уникален тем, что он очень мобильный, ты его взял в карман, пришел, нагрел, прокатал, ушел. Если же вопрос касается, там, например, переплетного пресса, вот, горячего тиснения, да, то тут специально клише, это специальные какие-то, определенные есть размеры, то есть я не могу выйти из рамки приличия, размера этой плиты, которая нагревается. Прокаткой можно катать любое расстояние, при том, что орнамент постоянно будет одинаковым. Сейчас мы посмотрим, как это делается. Хорошо, это можно смотреть. Я несколько покажу вариантов, у меня есть накатки, вот, от Сергея Нескромного, всего лишь пока мисс 6 штук, вот, но я уверен, что их станет больше, потому что я сейчас разрабатываю дизайн некоторых, вот, орнаментов, и это очень будет хорошо, когда у меня будет большая коллекция. Немножко технической вам информации. Когда вы ложите фольгу, предположим, там это будет, ну, что там будет, блокнот, книжка там или какая-то это, ни в коем случае не введите линию по линейке, по линейке, не введите линию. Почему? Потому что выпрыгнет на линейку, вы повредите колесо, повредится орнаментика, вот, и плюс еще железо, оно забирает температуру, поэтому сразу выкидываем, все, выкинули и забыли. Вот, используем картон, используем картон, желательно, чтобы это была 3-х миллиметровая толщина, чтобы оно не заскочило, и таким образом оно будет иметь упор. Температура нагрева колеса 110-120 градусов, этого достаточно. Для этого есть специальные печки, которые, вот, используются для, вот, нагрева колес, или так же самое, как нагрева, вот, клейма есть специальные, то есть тоже используется определенная печь. Но так как у меня печь, это сильно долго, я ее не доставал, она у меня лежит, то я вам покажу, как это делается на фене, строительный фен, вот. Вот, включаем на большую самую скорость, ставим вот так вот колесо, закрываем сопло, вот, и держим, ну, считаем так, до 40-50, считаем 40-50, вот. Можно переворачивать по ходу, то есть нагрев, нагрев держит очень долго, потому что это латунь, латунь, она очень хорошо держит температуру, вот, и не надо ее постоянно греть, и само будет видно, когда она уже остыла по золоту. Так.